Домашний приворот Что нам понадобится? Понадобится фотография любимого человека, простой карандаш, обыкновенная свеча и лист чистой бумаги белой. Но прежде чем делать этот обряд, нужно привести себя в соответствующее состояние. Если вы находитесь под эмоциями, например, вы недавно расстались, испытываете боль, страдаете, то в этом состоянии обряд делать не нужно. Потому что суть любого приворота это манипуляция. А если вы сами находитесь, как говорится, под манипуляцией собственных же эмоций, то приворот сработает наоборот. Он просто усилит ваши страдания и превратит их в зависимость, в еще более такую тяжелую. И вот поэтому нужно освободить себя от этого. То есть прежде, как я сказал, привести себя в соответствующее состояние. Выплакаться, выплеснуть все эмоции, опустошить себя вот этим самым. Провести медитацию. То есть нужен холодный, ясный ум. И вот когда вы готовы, тогда можно приступать. Этот ритуал делается в вечернее время суток, при любой фазе луны. Итак, что мы делаем. Зажигаем свечу. Зажигаем. Берем в руки фотографию человека, которого вы хотите приворожить. И вот хочу показать, нужно заранее срезать углы у фотографии. То есть все четыре угла нужно немножко закруглить. Это для того, что в процессе ритуала мы создаем так называемый энергетический кокон возле этой фотографии. И вот чтобы эта энергия держалась дольше и лучше, никаких острых углов быть не должно. Итак, берем фотографию и карандашом крупно пишем на обороте свое имя. Своё собственное имя. Написали. И ложим фотографию в бумагу, заворачиваем вернее. Можно вместо бумаги использовать чистый конверт. Завернули. И вот, держа перед свечой, глядя на пламя свечи или сквозь пламя свечи, вот на этот свёрток, произносите этот заговор. Называете имя человека, которого хотите приворожить. И говорите. Каждой ночью, в каждом сне, думай только обо мне. Слово моё крепко, держится цепко, истинно. После этого тушим свечу. И вот этот свёрток нужно положить себе под кровать, под свою кровать на пол, либо под диван, ну то есть там, где вы спите. И доставать его оттуда не нужно, пока вы не достигнете желаемого результата. А если вы захотите отменить действие этого обряда, нужно этот свёрток достать, сжечь его, а в том месте, под кроватью, где он лежал, нужно сделать влажную уборку. И вот тогда действие этого обряда будет отменено. Спасибо за внимание, друзья. Подписывайтесь на канал. Всем желаю благополучия, процветания. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok